День древонасаждения – прекрасный повод озеленения городских парков. Прекрасная инициатива когда-то появилась, и мы с удовольствием её поддерживаем, потому что именно в эти осенние акции была весной. Мы приходим в наши парки, скверы, в наши учреждения, предприятия и высаживаем деревья, для того, чтобы наша жизнь была лучше, чтобы то, что окружает нас, и особенно посаженные нашими руками деревья, кустарники, цветы, они действительно украшают и радуют нашу жизнь, наших детей, прививают культуру, любовь к природе и действительно доставляют удовольствие. Сегодня мы встречаемся здесь с неравнодушными людьми, с школьниками, с представителями учреждений отдела культуры и спорта, образования. Здесь население посёлка Старая Соколовка, здесь все те, кто любит этот парк, здесь те, кто увидели, что всё, что здесь делается, это делается для них, в том числе и с их помощью, их руками, с их вкладом, потому что люди по-прежнему несут сюда и кустарники, цветы, деревья. Они увидели, что это находит своё место, применение достойное, и делают всё для того, чтобы парк стал крашей. А он действительно привлекает внимание не только жителей нашего города, но и уже мы это видели, и в выходные дни сюда приезжают и жители соседних территорий и отмечают, какой в Новошахтинске появился замечательный, уютный, красивый, душевный казачий парк. Елена Ивановна вручила благодарственные письма директора школ посёлка Соколово-Кундрючинский. Ученики этих школ – главные помощники в благоустройстве парка казачий. Вот и сегодня на аллеях парка ребята высадили липы, а на казачьем подворье – кусты сирени. К школьникам присоединился и депутат Законодательного собрания Ростовской области Роман Климов. Вот так дружно, общими усилиями парк казачий становится с каждым днём уютнее и красивее.